Fireforce 3 Jet Car. Данная модель официально является самым быстрым реактивным автомобилем в мире. Всего за 5,8 секунды Freeforce 3 Jet Car разгоняется до скорости 540 км в час. Авто оснащено очень мощным двигателем Pratt & Whitney J60, который был взят с вертолета Sikorsky Skyrane. Двигатель, имеющий статическую тягу почти в 2500 кг, обеспечивает эффективную мощность такого аппарата в 10 000 лошадиных сил. Эта сверхскоростная машина использует примерно 95 литров топлива на один заход по трассе. Общий вес Freeforce 3 Jet Car составляет 794 кг. А для того, чтобы произвести остановку автомобиля, в нем используются два независимых парашюта размером 4,3 метра, а также двойные гидравлические тормоза. Шок Вейбджет Трак Эта машина была построена в 2006 году Лесом Шокли на базе оригинального грузового автомобиля Pita Build 359, образца 1985 года. На разработку проекта реактивного авто понадобилось почти пять лет. Силовая установка данного грузовика представляет собой три реактивных двигателя Pratt & Whitney J3448 с суммарной мощностью 36 000 л.с. и статической тягой 8618 тонн. Двигатели размещены на месте сидельной площадки. Их ось направлена на 3 градуса вверх для создания прижимной силы. Для этой же цели здесь расположено массивное антикрыло. На всех колесах установлены дисковые тормоза большого диаметра, однако главным средством торможения являются два специальных парашюта. Грузовик Шок Вейбджет с легкостью преодолевает 400 метров меньше, чем за 7 секунд. При этом в конце пути данный автомобиль развивает 424 км в час. Кроме того, авто занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый полноразмерный грузовик на планете с максимальной скоростью 612 км в час. Викинг Ти-6 Спешл В список обладателей самых мощных двигателей сегодня попала эта газонокосилка от австрийской компании Викинг. Ее дизайн выполнен по всем стандартам безопасности. Максимальная скорость, которую способны развивать данные приспособления, достигает более чем 215 км в час. Такой результат газонокосилка показала во время одиночного заезда в аэропорту Санифьорд. Это стало возможным благодаря встроенному восьмицилиндровому двигателю, который обладает мощностью в 405 лошадиных сил и крутящим моментом в 590 ньютон-метров. В данную модель газонокосилки установлена автоматическая коробка передач GM-TH400. Также в машине используются шины от южнокорейского производителя Hankook Tire. Плимус Air Radical Track Автомобиль оснащен радиальным двигателем Jacobs R755A2, который взят с гидросамолета Cessna 195 Business Liner выпуска 1954 года. Мощность данного устройства составляет 300 лошадиных сил при 2200 оборотах в минуту. Стоит также отметить, что семицилиндровый радиальный двигатель с воздушным охлаждением имеет объем 12,4 литра. Что касается материалов, то все цилиндры изготовлены из стали, а головки выполнены из алюминиевого сплава. С помощью ременного привода с деталями от катера мотор объединен с обычной трехступенчатой автоматической трансмиссией GM-THM400 и с гидротрансформатором. А в качестве тормозов установлены современные компоненты Wildwood. 30-литровый топливный бак заправляется специальным авиационным топливом, который можно приобрести в любом аэропорту. Также двигатель имеет дополнительную систему охлаждения от самолета Beachcraft. Брутус Машина представляет собой единственный в своем роде гоночный автомобиль на авиационном двигателе BMW. Его вес составляет 510 килограммов, длина 1,8 метра, а в высоту он равен 1,1 метра. Поэтому найти подходящее шасси удалось только в американском автомобиле La France 1908 года выпуска, который способен выдержать любой груз. В результате Брутус оснащен 46-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем, который выдаёт мощность до 700 л.с. при 1500 оборотах в минуту. Специальный большой топливный отсек обеспечивает на 1 км расход горючего равный 1 литру. Автомобиль развивает скорость свыше 100 км в час, причём всего на 800 оборотах в минуту. В данный момент этот ретроспортивный автомобиль находится во владении немецкого музея Zinsheim. Плимус GTX Эта модель ретроавтомобиля относится к классу Muscle Car и выпускалась компанией Плимус корпорации Chrysler в США в период с 1967 по 1971 год в качестве производительной версии Belvedere. Данная модель Плимус GTX оборудована двигателем с мотором 528C Mope, который способен развивать мощность вплоть до 1400 л.с. К тому же такой аппарат представляет собой усовершенствованный 8-цилиндровый двигатель с первоначальным объёмом в 7 литров. Одной из особенностей данной модели Плимус является трансформирующийся корпус, который предоставляет свободный доступ к двигателю. Hydroplane Boats Данная модель Глиссера была впервые представлена на мероприятии HydroFest, который ежегодно проходит в американском городе Детройте. Участники представляют усовершенствованные модели различных судов, демонстрируя при этом свои инновационные разработки. Главной особенностью данной лодки является то, что в неё установлен мощный двигатель, который взят от настоящего вертолёта. Его мощность составляет 3000 л.с., что позволяет гидроплану невероятно быстро передвигаться по водной поверхности. Максимальная скорость, которую может развивать лодка с двигателем от вертолёта, составляет 322 км в час. Jet Go Kart Открытая гоночная машина была создана Бобом Мэддоксом специально для того, чтобы участвовать на ней в различных заездах и прочих соревнованиях. Данный Jet Go Kart оснащен невероятно мощным двигателем Twin Turbo Viper, который позволяет гоночному авто достигать максимальной скорости в считанные секунды. Кроме того, мотор также представляет собой воздушно-реактивный бесклапанный пульсирующий двигатель, в котором используется камера сгорания с входными клапанами и длинное цилиндрическое выходное сопло. Горючий и воздух подаются периодически. Боб Мэддокс также разработал довольно интересный дизайн, благодаря которому карт выглядят интересно как спереди, так и сзади. Субтитры создавал DimaTorzok